Хотя праздник этот и молодой, никто уже истинно не помнит, откуда он взялся. Поговаривают, что придумала его предприимчивая молодежь. Только бы безнаказанно обнимать, кого захочется. Тем более, что это не только приятно, но и полезно. Ведь во время дружеского объятия люди обмениваются друг с другом душевным теплом. Как вы считаете, вот что объятия дают человеку? А я считаю, что объятия дают духовное единство с тем человеком, которого ты любишь. В радость, в любовь, энергию. Сколько примерно раз, если почитать, вы обнимаетесь? Мы обнимаемся постоянно. Пять может быть раз. Существует и научное обоснование пользы от объятий. Так ученые доказали, что дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, уровень гемогабина в крови стимулирует центральную нервную систему. Объятие повышает уровень выработки эндорфинов, которые вызывают эйфорию. А еще медики считают, что теплые прикосновения повышают работоспособность. Сотрудники нашей телерадиокомпании решили проверить это на себе. Андрей, с праздником, с днем объятия. Юлечка, Андрушенька, с праздником, с праздником, с праздником, с праздником, с праздником. О, а что за праздник, народ? День международный день объятий сегодня. Надежда Викторовна, как вы считаете, повышает ли работоспособность такое вот объятие? Ну, наверное, объятие, как и любая другая форма проявлений хороших чувств, повышает работоспособность, тем более в такой творческой работе, как телевизионная журналистика. Поэтому обнимайтесь и будьте счастливы. Ученые посчитали, что для полного счастья человеку нужно до восьми объятий в день. Согласно традиции праздника, сегодня можно заключать дружеские объятия любого, а тем более коллегу по работе. Алена Теплова, Дмитрий Натура, Александра Тимовская. Программа «События».